вечер добрый дорогие братья и сестры ну как обычно давайте проверим технический момент слышно не слышно если слышно напишите или нажмите там лайк сердечко не суть важно а чтобы я увидел что все у нас хорошо слышно видно и начнем общаться один человек у нас сети сейчас я секундочку с вашего позволения да вроде здесь появилось напишите пока видно или слышно все ли хорошо здравствуйте евгений давайте наверное что сейчас секунду я посмотрю что у нас с интернетом все нормально вроде бы все нормально остальные соцсети параллельно вылазят письма и тому подобное а сегодня воскресенье малая пасха всех вас дорогие братья и сестры поздравляю с малой пасхи христос воскресе ну как обычно сначала поговорим в иваньском чтении немножко смотрю притормаживает не знаю почему сейчас секунду они все вроде нормально какие-то технические сбои значит а как у меня дела все хорошо спасибо господи еще раз вас приветствую дорогие братья и сестры сегодняшним иваньском чтении мы очень интересные слова прочитали на самом деле господь очень доходчиво говорит каждому человеку о том как ему духовно жить и каким путем следовать я вижу все работа слава богу чего-то слабенький интернет у нас ну какой есть говорит что духовное око твое это твои глаза а как часто мы соблазняемся на грех тем теми дарами теми талантами которые господь нам дал глазами ушами ну к примеру да услышали что-то нехорошее о другом человеке стали анализировать потом стали это передавать увидели это что-то не совсем приятно для души и также стали развивать себе корень этого греха здрасте еще раз евгений вот и господь говорит что очень важно помнить что невозможно и угодить двум господам одного ты возлюбишь другого возненавидишь одному будешь служить достойно благовейно другому будешь всячески ну может быть есть и не пакости но очень безразлично относиться нерадиво я бы сказал и дальше господь продолжает что не служат также дум господам или богу или мамоне часто спрашивают мамоны и лукавый иногда как бы деньги суда называют мамоной по-разному бывает но господь как бы показывает альтернативу раз бог иначе противоположность это лукавый поэтому мы должны определиться с кем мы хотим быть и в какую сторону нам следовать и господь в конце иванское чтение говорит такие слова что трудитесь для господа для спасения души а все остальное приложится то есть господь все сам даст то что необходимо тебе или поможет тебе потрудиться подкрепить твои телесные силы потому что сейчас говорит я сам все заработаю я сам всего добьюсь но чего ты сам добьешься и заработаешь если не будет на то воля божия ни сил твоих физических не будет ни духовно такой расположенности предрасположенности какому-то деланию я на эту тему по промыслу божию как-то по моему уже рассказывал одну притчу в предыдущих эфирах но еще раз повторю однажды однажды муж став очень рано еще по темноте говорит что я пойду на поля а супруг говорит ну ты видишь собирается дождь нету на то воли божией говорит есть воля божия нет нужно идти трудиться не пройдя по пути лину телефону сильный дождь и ему пришлось опять-таки еще не рассвело по путем как вернуться домой он стучится в дверь своего дома и супруга спрашивает кто там на что он говорит если есть на то воля божия значит это твой муж поэтому вот иногда можно много мудровать но по факту ничего не сможем сделать если на то промыслитель на воле не будет божией так сейчас секунду я прочитаю что вы писали давайте наверное вот так вот сделаем чтобы не путаться я надеюсь меня будет хорошо слышно ой камеры палец прикрыл сейчас давайте почитаем здравствуйте здравствуйте еще раз батюшка сегодня евангелие для как раз поддержку нам в связи с увеличением пенсионного возраста ну конечно я тут сильно не буду вступать демагоге по поводу пенсионного возраста тут можно и согласиться не согласиться меня только один момент всегда смущает если у нас такие законы принимают значит принимайте законно и подобие наказания за тунеядство потому что завтра какой-нибудь тунеядец по возрасту достигнет своего периода и допустим я тружусь и он за мои налоги будет получать пенсию хотя ни дня не трудился если вы хотите чтобы налоги все платили создайте условия а не так чтобы вечно наш русский мужик какие-то искал пути отходов чтобы хоть что-то осталось ну скажем так исторически люди русские всегда были недовольны тем состоянием какое у них было мне очень нравится история Захана Батыя когда он посылает свои войска пограбить земли русские вот они привозят обозы награбленного и он говорит ну что как они там плачут говорят,وا еще раз ходите они сходили столько же принесли и он говорит ну что они там говорит все плачут он говорит ещё раз ходить и вот они третий раз столько же носят обозанно ну что они там пьянствуют иowski все больше не ходить у них ничего брать понимаете у нас русский человек до тех пор плачет пока у него что-то есть а на самом деле плакать то не от того что что-то есть или нету плакать о грехах над их своих потому что господь мзда ваш то есть награда на небесах и поэтому мы должны конечно мы материальны мы нуждаемся финансов каких-то у нас потребностей семьи детки но в любом случае это не как сегодня я вижу сегодня молодежь но не вся конечно безусловно ну в основном все построено на финансах хочу больше зарабатывать хочу не раньше у нас критерии бы хочу стать космонавтом сегодня банкиром или олигарх вот немножко критерии поменялись и ценности и номинала вот поэтому пока как господь управляет так дальше так батюшка как быть мне я ходила в храм в женские дни и причащалась как быть конечно накаяться в этом в таинство когда женские дни нельзя особенно в причастие безусловно я сторонник что вообще женщина в женские дни в таинствах никаких не участвовала хотя тут уже некоторые батюшки высказываются кто-то и святые даже высказывался что кроме причастия я сейчас не вспомню кто-то высказывался что можно участвовать но опять-таки почему женщины не рекомендуется сегодняшний день приходить в женские дни в храм потому что кровь господь уже пролил за нас поэтому в храме не должно быть более никакой крови не жертвенная у нас бескровная жертва это просвора вино не телесной никакой вот из этих соображений давайте дальше евангелие дня говорит не заботись о завтрашнем дне если лиля так украшает ну заботиться то завтрашнем день в рамках благорода это фантастика с интернетом сбоя завтрашнего дня нужно но не ради будущего дня ради жизни вечной понимаете вот читая святых они думали о завтрашнем дне ложились потому что когда ложились спать они думали проснуться ли они и сегодня они уже готовились встречи с богом думая что возможно завтра они уже не проснуться так и каждый человек ведь мы знаем что в каком человек состоянии пристань перед богом в каком одеянии почему нельзя обнаженным спать да потому что но тут почиешь в таком виде и предстанешь пред богом поэтому мы каемся молитвы на самом грядущем читаем когда вспомните там уже перечисляет свои грехи как подобие исповеди потому что и в последней молитве обруцы твоей духом преды то есть мы искренне веруем что господь в чистоте душу нашу примет а не так что хочу то врачу завтра будет день а вось может быть покаяюсь ну вот поэтому о завтрашнем дне нужно задуматься но а в каком русле это другой вопрос тут уже писали сейчас батюшка кому молиться чтобы мужа найти петру и феврони ну давайте в первую очередь конечно без бога не до порога первую очередь господу царицы небесной я бы так порекомендовал иконе божьей матери прибавление ума потому что иногда эмоции затмевают наш разум вот петру и февроне гури саму не объявил вот тем святым которые отличились сугубо нравственной жизнью семейной жизнью допустим царственные страстотерцы николая второй царица александра вот можно и молиться так доброй ночи батюшка скажите пожалуйста если я согрешил и еще иду во второй раз на исповедь можно так делать сейчас секунду я подниму текст ну тут смотрю идти в любом случае на исповедь нужно обязательно нужно идти потому что господь даже говорит другим прощайте с 7 стратской седьмирицы то есть это около скажем так если округляет до 500 раз отчетный тот же грех да для чего мы идем на исповедь это врачебница для души когда мы давайте наверняшку так вот камеру приподниму вот врачебница для души когда мы просим у господь прощения даже неоднократно потому что грех это рана это болезнь и мы искрен хотим излечиться от этой болезни чтобы наша струн душа не страдала потому что страдает душа